Привет, меня зовут Саша, я работаю в компании DataArt. Классная штука, скалодром. Кстати, никогда не думал, что это не так просто в этом полазить. Сегодня будет два доклада о языке скала. В общем-то, чем они интересны, это тем, что это взгляд на этот язык. Немножко из двух разных точек зрения. Вот я вам хочу рассказать немножко о себе. В основном мой опыт программирования связан с языками C++ и Ruby, и экосистемой вокруг этих языков. Поэтому мой первый доклад будет о взгляде на скала с точки зрения Ruby-девелопера. Второй доклад будет о взгляде на скала с точки зрения Java-девелопера. Вот. Зачем скала? В течение всей своей профессиональной деятельности программисты изучают множество различных языков программирования. На это их подвигают, или их заставляют это делать разные обстоятельства. Но в конечном итоге существуют некоторые субъективные вещи, которые подталкивают изучать что-то новое. Вот сегодня мы поговорим о том, что есть интересного в скала, что заслуживает внимания, ну, для начинающего. Потому что если бы мы сделали полный обзор, я думаю, нужно было бы сейчас 130, наверное, как минимум. Вот. Начну доклад с небольшой истории. Разрабатывался, сама архитектура разрабатывалась в большей степени профессором Мартином Мадерским, который является и работает в Эколе Политех, Федеральной Лозанг, в общем, политехнический институт в Лозанге. Первый релиз был в 2004 году. Выходило справа как под JVM, так и под .NET, но под .NET поддержка была сокращена. Язык рождался, в общем-то, изначально как функциональный язык программирования. На основе некоторых наработок Мартин Мадерский, он участвовал в разработке Java-компилятора, занимался исследованиями в области функциональных языков программирования, сетей Петри. В общем, там научный подход. Значит, на сайте скалы, скала как язык описывается несколькими этезисами, что скала мультипарадигменное запрограммирование, он объектно-ориентированный, то есть каждое значение является объектом, функциональный манипулировать функциями, и каждая функция является объектом, является значением, ну, а брензитивно здесь работает, бегает, работает под JVM, и, в общем-то, основное, может быть, целевое назначение, или скалы, или задачи, которых скала показывает себя наиболее эффективно, это задачи связанные с конкуренцией, синхронизацией процессов и проливизмом. В общем-то, я хотел дальше рассказать про парадигмы программирования. На сегодняшний день их существует три. Интерактивная, функциональная и логическая. Как ни парадоксально, в нашей системе образования сейчас определяется внимание основное интерактивное программирование, и, ну, я заканчивал в литературной математике, там, в общем-то, есть немножко логического программирования. А теперь, утром, логическое, логическое связано с решениями задач некакого искусственного интеллекта. В общем, если кто-то знает язык про лог, то сейчас там такая книжка Братко, что вот эта парадигма связана именно с этим. Значит, интерактивная парадигма, что-то такое. А, ну и очень часто почему-то функциональная парадигма почему-то сопоставляет с объектно-ориентированной парадигмой. Как бы считается, что это объектно-ориентированные вещи, хотя по факту, в общем-то, декориентированная даже не парадигма. Это просто подход к представлению или моделированию некоторых задач. Что такое интерактивное программирование? Основные факты и основные вещи, которые вы можете встретить, это то, что у нас значения могут изменяться, работают присвоения, то есть могут присваиваться, изменяться в контексте всей вашей программы. Ну и присутствуют классические структуры управляющие, циклы, витвления, значения и так далее. Вот функциональному программированию, ну, по крайней мере, моим бытным студентам совершенно никакого внимания не уделялось, и поэтому вокруг функционального программирования или парадигмы функциональной появилось множество мифов, и какая-то такая боесть, поскольку там, если это лучше, в общем-то, есть математический вывод, то есть формальное обоснование всех вещей, которые присутствуют с национальным программированием как таковым. Но по факту, если отбросить всю шелуху, функциональное программирование, как ни странно, о функциях, которые могут быть определены где угодно, они могут быть переданы как параметры другие функции, могут быть присвоены и переменным, и функции могут быть возвращены как результат работы другой функции. Также есть какой-то определенный набор, который позволяет нам манипулировать с этими функциями, как с обычными типами данных. В общем, я здесь описал те языки, с которыми семейство даже не было языки, с которыми мне приходилось сталкиваться. В общем, так как неудивительно, самый популярный сейчас функциональный язык программирования это JavaScript. и растет он, можно сказать, очень-очень сейчас экстенсивно в его использовании. Я также знаком с Руби, в профессиональной среде, знаком с Аскалой, Хаспель, язык-учебник, национальное программирование, Лужа, о нем немножко я теперь буду упоминать, представлять семейство листов, ну и Акамал, в общем-то, Алина Стареша, тоже я в функциональной языке по программированию. Вот. Они все существуют, все в той или иной степени используются в современном мире промышленного программирования, но сегодня мы сконцентрируемся на Скала, и что в этом языке есть интересного. Значит, то, с чего начинают обычно все люди изучать новые языки программирования, Хэллоу, но в частности, это определение некоторых переменных. Само-то себе функциональный поход программирования, так как он основан на некоторых математических основах, подразумевает, что в течение существования переменной она, в общем-то, не может изменяться. То есть, если вы примете математические формулы, если вы присваиваете некоторые значения Х, то, в общем-то, этот Х в дальнейшем в выводе в каком-то выражении он не изменяется. В общем-то, такой подход присущ или является наставлением для всех функциональных языков, но так как полностью Q-Function Languages практически не существует, всегда приходится заниматься изменением состояния переменной, проживаемым сайд-эффектом, особенно на операциях ввода-вывода, то существуют мутабильные переменные, то есть, которые вы можете изменять, существует Scala и мутабильные переменные, их вы не сможете изменить, вы получите ошибку контракляции, и существуют переменные, так называемые Lasing Initialization, эти переменные, вычисления которых происходят только в момент их вызова, то есть в данном случае работает подход отложенного вычисления, то есть если вы присвоили переменной некоторую функцию, то ее выполнение или может быть вообще даже невыполнение произойдет только тогда, когда вы не впервые обратите себя в задействователь некоторых вычислениях, которые вам нужно. Значит, мне как в общем-то Ruby Developer или Citrus Plus Developer было вот это вот этот подход довольно необычен, поскольку привычка изменять состояние в контексте очень сильно въедается, то есть изначально не совсем ясно, как мы собираемся хранить наше состояние, не изменяя переменные. В дальнейшем я это покажу, но первое, что пугает неопределенности. Следующие вещи, которые очень интересно и реализованы скала, это контроль, то есть все ветвления возвращают значения. Вообще, все выражения скала могут возвращать какие-то значения, то есть это может быть какое-то конкретное значение, результат работы, либо это может быть юнит, который скала играет роль войта. То есть в этом сравнении в зависимости от значения x и y получим либо x, либо y, результат цикла здесь у нас void, результат for comprehension это здесь возведение всех элементов этого range интервала. Между прочим, в рубе в общем-то это мне не сильно удивило, рубе примерно похоже подкод. Ну, довольно удобная вещь, вам не нужно заниматься инициализацией некоторых перемен, например, за пределами ифа, чтобы ее возможно заполнить. В общем, довольно неплохо обращать код и делать его выразительным. Система типов. Система типов краеугольный камень скала, здесь в общем-то про систему типов можно рассказывать довольно много вещей, поскольку скала язык со строгой типизацией и со статической типизацией, то есть компилятор знает о всех типах переменных, в процессе компиляции. Самое такое, что впервые бросается в глаза и интересное в системе типов это Type Inference. Подход, появившийся в языке Акаму в 71-м году, в общем-то мысль в нем или идея заложена такова, что в языке социалистической типизацией не всегда обязательно прописывать жестко типы, которые возвращают то или иное выражение. Вот здесь, допустим, мы инициализируем переменную x, тип ее вычисляется на основе вычисления типов каждого элемента языка выражения. То есть компилятор смотрит на тип двойки в случае Integer, тройка Integer их произведения тоже дает Integer и суммирование единички результат этого выражения даст Integer, то есть в общем-то взглянув на это выражение он скажет, что x у нас типа Integer. Вообще как бы струбитый смысл такого прощения заключается в том, что если у вас довольно сложное выражение допустим работа с какими-то сложными классами вам довольно во многих местах придется прописывать все эти типы языка аксо-статической типизации чтобы худшая читабельность кода приводит больше усталости нужно больше всего запоминать записывать то есть это такой первый позитивный фактор кода становится меньше ну и второй фактор из таких более очевидных это тоже что как язык со статической типизацией легче идет рефактор то есть когда вы типизацию или ее анализ изменения типов перекладываете на сам компилятор то есть если вот сейчас в этом случае мы взяли вот это переменная х на integer да привели ее к строке и мы знаем что у у нас типа типа стринг но если здесь что-то произошло и мы захотели например не преобразовывать х строку а допустим возвести в квадрат и написали вместо ту стринг х умножить на х то нам не придется здесь в данном случае жестко прописывать что мы теперь что игрок теперь не типа стринга типа integer в общем-то такой же подход присутствует языка с динамической типизацией то есть в общем-то легкая эмуляция отсутствия типов но в любом случае программист должен все-таки анализировать когда пишет подобное выражение чтобы понимать что происходит какими типами он манипулирует ну иначе будет ошибка и компилятор это ружнется вообще с точки зрения руби девелопера вот наверное наиболее тяжело мне давался переход от работы с языками с динамической типизацией на работу именно с системой типов скала поскольку очень жестко компилятор отслеживает такие типы то есть вот даже опыт C++ не очень помогал то есть были такие моменты когда сидел давшись за голову там и не мог вообще разобраться почему не соответствие типов в чем проблема почему у меня не компилируется тут единственное где не работает type inference не может применен это допустим рекурсии поскольку иначе бы вам пришлось компилятору пришлось бы разматывать рекурсию чтобы понять какого типа у нас результат здесь и произвести анализ всего выражения всего факториала и посмотреть какой у нас компилятор могу сказать что эта особенность скала компилятора в таком языках как семейство Акамл более синий type inference там компилятор может развернуть с рекурсией и его в общем-то высчитать в общем-то рассказ о типах какой-то получился довольно пространный на самом деле типы скала определяются так же как в большинстве обориентированных языков программирования с помощью класса ключевого слова класс у него есть конструктор у него есть операции сравнения можно перегружать операторы ну в общем вся вот эта опачная набор возможностей из такого на что хотел бы обратить внимание это то что присутствует некоторый синтаксический сахар если вы после названия класса начинаете перечислять какие-то современные входные то автоматически и будет будет сгенерены проинициализированы эти переменные в конструкторе и автоматически появятся гетер и сеттер единственное что хочу обратить внимание что гетер и сеттер и появятся только для изменяемых переменных да мутабильных для мутабильных появятся только гетеры если же вы не определите какая-то какой-то вид переменной то в общем-то гетер и сеттер генерится и делать самостоятельно ничего когда автоматически не появится что же особенности ну в общем-то методы можно определять ну дальше я про это дальше расскажу кейс-классы кейс-классы это некоторый синтаксический сахар над обычными типами который позволяет и автоматически добавляет вам в код функцию toStream сравнение тэш-код методы конструкторы ну параметры вот как я говорил появятся гетеры и сеттеры у вас ну и самое главное в общем-то для чего я сейчас практическлассы говорю там появятся экстракторы которые используются в паттерн-мачинге к слову функция toStream такая по чему-то скала ключевая то есть во всех типах в интеджере були они везде ну в общем toStream присутствует считается хорошим тоном в общем определять везде эту функцию зачем нужны кейс-классы кейс-класс активно используется при реализации такого функционального подвода как паттерн-мачинге очень часто из всего проявления с опыта могу сказать что приходится писать такие методы которые внутри которых находится анализ типа входных значений которые являются входными параметрами вашей функции это нужно ну какой-то такой яркий пример если вы представите математическое выражение которое состоит из математических операций сложения, умножения, считания, деления значений над которыми эти математические операции производятся то для того чтобы сделать эволиейшн этого выражения вам нужно понять это ваше выражение сейчас какого типа то есть если это сумма то тогда взять левое, правое слагаемое и каждый из этих слагаемых вычислить в свою очередь если умножение то же самое деление и так далее и так далее то есть по сути в вашем вашей функции появляется код ну вот на подобии вот такого в данном случае например с экстракцией даты да и анализом то есть каждый раз вам приходится анализировать какого типа ваш параметр и тогда реагировать на этот тип реакция на лонг и тогда да какое-то преобразование делать в общем-то паттерммачинг это подход который позволяет более кратко и красиво произвести вот такую декомпозицию вот конкретно если с датой то результат паттерммачинга будет выглядеть то есть вам на вход приходит объект и вы фильтруете или анализируете этот объект по типам то есть если это дата берем bittime если long делаем предположение что это уже численное значение timestamp в данном случае календарь и string собственно говоря сама фильтрация обязательно должна закончиться каким-то дефолтным значением иначе компилятор у вас водост водост уведомление о том что данный паттермачинг данная фильтрация в общем-то не имеет резких значений так функции функции в функциональных языках являются first class citizen как я уже говорил они могут быть присвоены любой переменной переданы другую функцию и быть возвращены как результат работы в какой-то третьисторонней функции функции также в функциональных языках являются носителем состояния то есть хранят в себе в своем контексте могут хранить в себе в своем контексте некоторые результаты частичные своей работы как функции описываются в скала есть несколько способов это сделать можно это сделать с помощью ключевого слова dev имени функции перечислить параметры которые являются входными типа и результирующий тип который данная пункта вращает функции которые не имеют имени называются анонимными и очень активно используются при работе с коллекциями это дальше покажу и в общем-то вот второй вид описания функции причем если не очень хотелось бы рассказывать но на самом деле вот это вот описание чистого функционального типа то есть как бы говоря в переменную fun будет хранить в себе функцию а вот divide будет хранить в себе значение не саму нечистую функцию а результат выполнения но это вообще разговор более глубокий дальше так как скала работает в экосистеме джава то функции определяются здесь с помощью инструментов которые являются разными для джавы то есть в данном случае у нас определяется ну назовем это тип function 1 от которого наследуется наш анонимный анонимный класс вот в нем есть метод apply который в общем-то и выполняет функцию можно сказать что любые классы которые содержат apply в той или иной степени являются носителем функционального типа обобщения ну это дальше вывод этот класс можно записать более кратко и тогда срабатывание функции apply будет тогда когда вы напишете круглые скобки то есть грубо говоря если бы мы вот здесь написали fun то произошла бы мы бы присвоили ну мы в данном случае присваиваем функции по сути вот такую конструкцию когда мы передаем эту функцию несколько параметров тем самым мы инициализируем этот класс то есть тем самым реализуя эту фразу что все функции являются объектами происходит металлизация этого класса так дальше вот есть такая популярность сейчас термин замыкание скале они естественно присутствуют и что такое замыкание замыкание это некоторая в данном случае функция без имени это функция в которой присутствуют переменные которые не определены в этом контексте в контексте этой функции то есть мы видим что нам на эту функцию приходит переменная integer но переменная more не определена в контексте этой функции что произойдет когда мы выполним инициализируем эту функцию в репл в общем-то будет ошибка поскольку да more не определен другой случай если мы вначале отрубили переменную а потом инициализируем эту функцию в этот момент произойдет присвоение точнее функция будет знать о вот этой переменной и здесь произойдет в контексте функции ну скажем так появится ячейка которая будет знать и иметь ссылку на вот это вот на эту переменную из негатива могу сказать что вот это выгонение ссылки на эту переменную внутри функции чревато садефектами в том плане что если эта перемена вот как она здесь определена мутабильная то вы можете ненароком ненароком внутри этого замыкания приобретить эту переменную что в общем-то мягко время очень хорошо далеко не во всех функциональных языках это так то есть в том же акаму происходит фиксация значений этой переменной и дальше как бы вы не переопределяли морд это замыкание будет помнить о стартом значения ну естественно если опять же как бы тут какой выход если вы уже замыкаете какой-то переменную то желательно все-таки чтобы она была мутабильной тогда вы избавлены будете от таких проблем собственно говоря как я уже упоминал одна из таких основных функциональных один из основных функциональных подходов это возможность передачи функции как параметры другой функции подход этот и функция которая в общем-то получает другую функцию как свой параметр и может возвращать функцию как результат своей работы называется high-roader function для чего они нужны вообще почему такой подход используется в функциональном программировании он вообще известен и в интерактивном по сути это принцип некоторое обобщение декомпозиции то есть вот для примера я привел некоторую функцию сам х которая берет числовой ряд от а до b и сомнирует все элементы этого числового ряда делает она перекусивно вторая функция делает то же самое только все элементы числового ряда предназначительно она возводит в квадрат если вы посмотрите на эти две функции то легко заметить что они логический контекст который там присутствует в общем-то идентичен и мы можем таким образом логику функции сам вынести в отдельную функцию единственным условием что у нас входящие параметры а и b как были так и остались но мы передаем в эту функцию другую функцию и в общем-то над каждым элементом нашего числового ряда мы эту функцию теперь можем выполнить то есть как это выглядит на нашем примере мы описываем функции сам и сам с помощью нашей новой функции сам передавая туда либо функцию id либо функцию square которая сделает то же самое то есть тем самым можно сказать что если привести пример из OOP например паттерн адаптер можно реализовать таким образом да и вообще множество других паттернов которые связаны с интеграцией то есть для того чтобы вынести какое-то преобразование или общая функциональность можно просто определить какую-то функцию и туда передавать некоторые другие функции которые выполняют какие-то уникальные именно действия следующее о чем я хотел бы рассказать к сожалению кратко но это является краеугольным камнем функционального программирования это коллекции то есть структуры данных которые позволяют нам манипулировать значениями почему об этом говорю поскольку опять же набор структур данных вообще громадный большая часть мутабильных коллекций позаимствована из java просто обернута своей API чтобы все коллекции имели общий интерфейс и так же описаны и мутабильные коллекции вообще роль мутабильных коллекций сейчас стало с каждым годом в общем расти в современном программировании поскольку довольно много сейчас повыпавляться задач связанных с конкуренсией с решением задач параллелизма и именно мутабильные коллекции позволяют решить проблему локов в общем-то это такая обширная тема у нас был доклад насколько я помню на последнем джуге по мутабильным коллекциям можете кстати посмотреть я очень советую то есть я привел лишь один пример то есть мутабильная коллекция как вы знаете не может быть изменена но в то же время вам может понадобиться добавить какой-то элемент к нее я на примере вот древовидной конструкции показал что произойдет с мутабильной коллекцией то есть старая останется существовать то есть она сохранит свое состояние почему это важно потому что ее может использовать например какой-нибудь поток отдельный и может с ней работать поэтому из изменения если не изменения в нее в общем-то может повлиять на работу этого потока другой поток который решил добавить в эту коллекцию новое значение 6 и работать в дальнейшем с ним придет к тому что произойдет ответвление появление по сути новой коллекции которая старая будет отличаться только теми узлами на которые добавление вот это значение может повлиять чем-то это очень сильно напоминает то как система контроля версии работает с файлом то есть никто не хранит новоизмененные файлы целиком а хранит какое-то промежуточное состояние диф в общем-то здесь таким образом получается что в процессе изменения самой коллекции самой структуры данных вы сохраняете все ее состояния то есть они сохраняются в том или ином виде естественно работа с ними будет отнимать больше времени чем с отдельными коллекциями но судя по росту задач которые связаны с конкуренцией и параллелизмом в общем-то ну-то дальше функциональные комбинаторы ну это наверное самое первое с чем полезное с чем сталкиваются люди которые работают с хайл функшн это операции операции с коллекциями то есть все коллекции скал обладают своими свойствами и большим каким-то набором функций которые позволяют вам делать различные вещи с коллекциями и манипулировать ими особенность такая что для того что манипулировать коллекциями вам нужно передать то есть допустим если у вас есть в нашем примере некоторый интервал от 1 до 100 и вы хотите найти все элементы в этом интервале которые делятся на 3 вы фильтруете ваш интервал для того что произвести фильтрацию вы добавляете эту функцию которая проверяет что деление на цело возможно тем самым вот на вот этом вот этапе интервал до 1 до 100 уменьшился соответственно в этом интервале вконяться теперь только значения которые делятся на 3 на цело второй функциональный комбинатор map он выбирает из оставшегося интервала все значения и просто возводит их квадрат в общем-то никакой здесь особой магии каких-то вещей которые раньше не были известны нет это просто более краткий способ записать циклические конструкции вот в языке руби такой подход тоже реализован и я могу сказать что подобные комбинаторы на 90% уничтожают или стирают вообще наличие циклов в вашем коде то есть по сути в общем-то оказывается что циклические конструкции из моего опыта в основном нужны для итерирования для проходов по коллекции и выполнения каких-то смен в этих действиях в общем-то когда начинаешь первые читать документацию по комбинаторам то там от берет поскольку их этих функций ровное количество единственное что так как я сталкивался с некоторыми другими языками функциональными могу сказать что есть три столпа три функции которые есть практически во всех языках функциональных это map filter fold функция map берет все элементы коллекции и проводит над ними и выполняет для них некоторую функцию то есть если у нас есть к примеру список от 1 до 10 то в map мы можем передать некоторую анонимную функцию которая возведет все элементы этого списка в квадрат ну в общем вот результаты кстати также здесь хорошо видим как работает tab inference мы не описываем ни тип листа ни тип переменной который присваивается поскольку автоматически идет анализ в списке все переменные типа int и список у нас специализируется int вот вторая функция функция фильтр в общем то из своего логического названия она фильтрует весь наш всю нашу структуру данных по какому-то признаку в данном случае мы выбираем все элементы которые больше пусть вот есть некоторое упрощение синтаксиса так называемый синтаксический сахар если мы видим что у нас присутствует единственная переменная да и в данном случае в этой нашей анонимной функции работы с ней явно серьезно не ведется то можно упростить вот этот кусочек просто подчеркиваем ну и функция не поместилась функция является функцией которая производит накопительные называемые какие-то вычислительные действия и результат записывает в первых своих параметрах ну в общем-то все единственное что собственно говоря для чего нужна скала если мы посмотрим на ее какие-то возможности языковые ничего нового никаких мега супер каких-то вещей которых люди не знали раньше нет но вот эта попытка объединить две парадигмы и толкнуть массы идей связанные с имитабильностью с неизменяемостью состояний в общем-то довольно сильно позволяет простить решение задач связанных с конкуренцией в скала есть не в скала но существует библиотека которая реализует подход она называется акка вот ну про нее можно отдельно рассказывать если вас интересует библиотека вот 13 апреля начинается на курсе рекурс проектов программирование где в общем-то создатели и скала компилятора и библиотеки акка актерс будут рассказывать об особенностях того как с помощью скала решаются конференции задачи если у вас есть вопросы пожалуйста отвечаем меня зовут максим работа в общем с некоторыми местами буду пересекаться о том что говорил Александр я постараюсь дать такой анализ с позиции джава разработчика о том как я переходил на скалу с какими трудностями я сталкивался также я принимал участие в проектах которые были как java и скала совместимые и на скалу приступим итак скала как уже упоминалось ранее работает по GVM и совмещает две парабельные объектно ориентированные и функциональные в чем такой бонус для джава разработчика о том что погружаясь в мир скала постепенно изучая функциональные фичи можно постепенно добавлять функциональщину и параллельно писать объектно ориентирован на оперативном стиле просто на синтаксисе скала то есть ну это желательно делать в процессе обучения уже готовые солюшены стараться все-таки приводить в функциональную стилю о котором мы поговорим еще дальше также скала может быть смешана с джавой то есть в проекте можно создавать как джава классы так и скала затем использовать скала на джава в теории все должно быть хорошо но на практике бывают проблемы которые в общем лучше так не делать на самом деле также можно использовать библиотеки и весь зоопарк который хорошо известен java разработчикам тоже применим при разработке проектов на скала допустим тот же и так далее скала объектно-ориентированным даже она более объектно-ориентированным чем java если мы посмотрим базовый объект которого наследуются два наследника как anyvalue и anyreference anyvalue от anyvalue наследуются примитивы также кейс-классы от anyreference исследуются скала-объекты это позволяет нам вызывать такие операции на примитивах как допустим кинтенджерам сделать toString и то же сложение через точку то есть чего мы знаем java нет и скала это хорошо пришлось используется то есть это тоже необходимо далее поговорим теперь сравним синтаксис более подробно старое доброе java создаем базовый элемент нашего class написываем пару полей конструктор get-ресеттер и все стандарты скала-это можно записать в одну строчку скала-сделает это все за нас то есть создаст get-ресеттер и конструктор инициализирует все что упрощает навыки в принципе жизнь делает под более читабельным меньше строк меньше багов повышает темпы разработки также интересная искусственность скала это обжиг обжиг и компаньон обжиг если посмотреть через фиксбум java-мира то фактически обжиг это реализация паттерна single-tone причем насколько мы знаем в java есть несколько реализаций там около пяти именно паттерна single-tone потока безопасной с отложенной инициализацией с помощью нумерейшинов есть дискуссии какой лучше когда применять скала это предоставляет уже за нас реализацию и добавляет такую дополнительную возможность как создание компаньон объекта чтобы создать компаньон объект мы должны его назвать также как и на классах и в общем развесить в одном space импорт этого объекта если мы хотим использовать какие-то поля еще такая особенность объекта в том что компаньон объект может использовать внутренние приватные методы поля класса что же является интересным то есть фактически мы собираем наше там private static final его прописываем и выносим объект и получаем синглтон это глобальная точка доступа используем также есть такая конструкция как трейты если посмотреть на интерфейсы в java то есть то трейты отличаются тем что можно помимо описания сигнатуры методов писать и код самих интерфейсов таким образом либо extended либо с помощью пищевого вис добавлять дополнительные трейты к нашему классу и как бы подмешивать уже готовую функциональность нашей классы ее переиспользовать использовать и расширять аргументы по умолчанию и именование аргументов тоже очень удобная штука которая позволяет нам экономить место в нашем коде более лаконично его писать как мы видим у нас есть метод который содержит имя тип и аргументы которые будут присвоены по умолчанию если мы не укажем их явно таким образом мы можем вызывать данную функцию передавая только один аргумент либо же последовательно передавать несколько либо все что автоматически будет упорядоченно присваиваться либо 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 же менять местами но при этом мы должны четко инициализировать значение каждому аргументу в последнем примере изменены местами последовательность но при вызове данной функции и указании имени они будут заданы корректно то есть нажава как мы понимаем это было бы побольше методов то есть отличным количеством аргументов чтобы это делал бы наш ход менее читабельным одна такая привлекательная фишка скалы это функциональность и многие хотят познакомиться со скалой именно из этого подхода в котором мы сейчас поговорим с позиции императивного мира с позиции права разработки первые шаги человека который приходит с удобного комфортного императивного мира мир функциональный пытается что-то понять смотреть лекции это три таких вот вопроса возникающих как вообще нужно писать ход чтобы он являлся функциональным чтобы это не было похоже на очередной solution в интерактивном стиле только с применением нового синдексиса каким образом изменять данные то есть если мы комфортно себя чувствуем при изменении каких-то коллекций там фильтруя по какому-то признаку либо добавляя какие-то элементы и получая при этом новую коллекцию то при функциональном подходе мы этого делать не можем мы должны придерживаться третьего правила исключить метабильные коллекции то есть по возможности создать все наши структуры данных как immutable либо persistence я постараюсь на эти вопросы ответить и рассказать более подробно о сравнении Java и Scala как писать код корректно чтобы это был ScalaLay как люди говорят то есть нужно по возможности использовать функции высшего порядка то есть не заниматься изобретением собственных solutions велосипедов применения циклов просто брать с коробки что есть использовать комбинировать и получать готовый результат то есть концентрироваться непосредственно на решении глобальной задачи а не на написании каких-то конкретных кусочков хода затем имитабильность либо персистентность все наши коллекции структуры они должны максимально быть имитабильные дальше поговорим почему-то придерживаться также нужно исключить сайд-эффекты либо же те части нашего кода нашей программы которые содержат сайд-эффекты нужно локализовать и знать что там может случиться батоны могут быть проблемы чтобы мы уже четко знали досмотреть как же все-таки вот пример Scala Java то есть первые шаги человек который с мира Java погружается в функциональный стиль ну как мы привыкли все работать писать строим такие конструкции практически не задумываются то есть есть какая-то там коллекция данных и да то есть начальные данные и нам необходимо с этой коллекции это брать какому-то признаку в данном случае например то есть мы отбираем строки которые меньше символов и которые в которых есть хотя бы отнесимого апперкейса то есть мы пишем вспомогательный метод что это Java и в общем добавляем новую результирующую коррект коллекцию интересующие нас данные из Java же это просто строится помощью двух фильтров сдаются критерии и мы получаем в результате коллекцию данных которые нас интересуют от начала вроде это как сложно немножко перестроить свое мышление первую неделю но зато потом не хочется возвращаться к написанию большого количества кода то есть гораздо удобнее комфортнее написать одну-две строчки и получить тот же результат и остальное время потратить либо на образование либо же на концентрацию на бизнес-задачи то есть исключить эти все огромные строки использование функций высшего порядка то есть функция высшего порядка это plus class function удовлетворяет такое правило затем функция может быть сохранена в переменную потом эта перемена может быть передана в другую функцию в качестве аргумента также функция может возвращать другую функцию в качестве результирующего значения то есть вот простые примеры то есть мы назначаем функцию подложения например переменную value add также мы потом можем передать другую функцию эту функцию и собственно вызов то есть либо мы передаем уже назначенную функцию переменную add либо с помощью анонимной функции передаем это далее то есть скалы это просто лаконично можно записать сейчас посмотрим дальше как в java 8 это можно сделать также в качестве примера я привел замечательный пример маркинадьевский взял курса то есть это возврат функции в качестве то есть функция возвращает другую функцию в качестве аргумента ну в зависимости от условий которые там внутри происходят с java 8 появилась такая возможность но для этого нам необходимо либо же использовать стандартные интерфейсы функциональные интерфейсы либо же если мы хотим расширить функциональность нужно создать свой функциональный интерфейс затем создать переменную такого типа как наш функциональный интерфейс назначить функцию затем в метод который мы собираемся передать данную функцию нужно поместить параметр в качестве принимаемого элемента и затем вызвать метод который мы описали в интерфейсе ну а собственно только потом произвести вызов как мы видим в java 8 эта поддержка уже появилась но строчек побольше будет чем у скалы у скалы достаточно поместить сегментуру функции просто описание ее и произвести вызов причем это можно сделать гораздо лаконичнее как бы подчеркивать это значит применить данную функцию к каждому элементу строки в данном случае а ко всей строки ну ко всей да но если мы допустим используем functional кандидат то мы будем применять допустим как было на слайде ну то есть если мы разбираем допустим проверку куча array то мы теперь прорабатываем каждое место теперь когда вот есть уже небольшой опыт с работы со скалы то красота в том что мы гораздо уменьшаем количество строчек кода и уже потом возвращаться с аналогичным конструкциям джава которые будут более громоздкие менее читабельные больше багов не будет но это не очень приятно функциональный комбинатор вот это то на чем хотелось бы скажем так концентрировать внимание потому что они значительно облегчают решения активных задач с которыми мы имеем дело каждый день основные из них это reach map фильтр partition zip сейчас немножко по ним пройдемся уменьшение кода увеличение скорости разработки меньше багов вероятности возникновения багов и это позволяет сконцентрироваться на решении непосредственно задач чем на написании каких-то вот в качестве сравнения вот обычный подход это java которое менее 8 то есть опять же создаем youtube коллекцию и добавляем куда элементы которые нам нужны восьмой java также со stream API появилась поддержка функциональных комбинаторов как мы видим здесь есть дополнительные пущевые слова которые необходимо применять если мы хотим использовать функциональные комбинаторы то есть это тот же stream затем после того как мы применили functional комбинатор мы должны сказать что мы хотим получить коллекцию например там листы преобразовать сделать коллекту лист скал же допустим в качестве примера берем лист вызываем через точку map делаем преобразование получаем новый лист что опять же более лаконично выглядит фильтр партишн Александр упоминал то есть фильтруем наши элементы по какому-то заданному критерию получаем новый лист партишн мы разбиваем наш имеющийся лист на два листа по какому-то заданному критерию в данном случае по функции остаток деления 2 равен 0 то есть на результате мы видим два листа также zip который фактически склеивает два элемента создавая туплицы кортежи два элемента у нас получается в каждом элементе нашей коллекции еще такая вот особенность если допустим один из листов короче то результирующее значение будет обрезано по листу который в данном случае один у нас два си у нас не попал сюда ну find для звания очевидно то есть входим к элементу еще есть какой замечательный функциональный комбинатор как hold о нем хотелось бы немножко поговорить показать пример реализации одного того же комбинатора в функциональном стиле и в императивном то есть фактически что делает он обходит нашу коллекцию здесь два представления fold left и fold right слева направо либо справа налево и поочередно применяет заданную функцию к каждому элементу данной коллекции причем на каждом шаге аккумулируя предыдущий элемент то есть наверняка подобные задачи встречались в императивном стиле решались для этого нужно создать какой-то буфер для накопления переменной то есть того элемента который будет изменяться затем завести цикл то есть проходить таким вот образом по элементам нашей коллекции сохраняя временную переменную наше изменяемое значение потом возвращать то есть на скалы это решается вот в одну строку опять же не нужно это все написать все эти строчки разбираться потом читать чужой код просто достаточно посмотреть и все понятно нет функциональные комбинаторы вот допустим той же java 8 и скалы просто слайд в качестве сравнения да то есть на скале мы хотим сортировать персон да по какому-то признаку то есть по имени и по возрасту java 8 это тоже можно сделать с помощью компараторов то есть вызвать функцию сорт сравнить сначала по имени затем по возрасту то есть ну как мы видим строчка такая подлиннее будет то есть она побольше собираточиться на ней ну а java которая младше 8 тут вообще кода поболее то есть не так хорошо понятно читается и сами можем сравнить скала более лаконично еще одну такую интересную особенность которая предоставляет нам скала это вот какая-то имплисит что позволяет сделать нам имплисит он позволяет расширить готовую библиотеку внести какие-то дополнительные функции которые по умолчанию отсутствуют то есть также можно построить реализацию паттерна адаптера то есть в качестве примера такой живой с одного проекта был использован сплея библиотека для работы с http и нужно было застаковать с другой системой которая предоставляла вот этот URL видимо параметры кучу параметров стандартного метода в этой библиотеке не было и пришлось сделать свой адаптер то есть java стиле это чтобы создать вспомогательные классы helper потом все это инициализировать передавать в общем ну как бы дополнительные сущности что же нам предоставляет Scala чтобы реализовать это в Scala достаточно создать object адаптер затем implicit класс который в качестве аргументного конструктора будет принимать наш класс который мы хотим расширить и здесь описать уже все функции которые нам нужны дополнительно то есть в данном случае это функция которая принимает map в качестве аргументов URL и делает логику это парсит создает и возвращает после чего мы просто-напросто берем на этом классе вызываем нашу функцию предварительно заимпортировав наш object в namespace с нашим классом который мы используем то есть очень удобно и Scala он как бы решает за нас эту проблему не нужно создавать дополнительных хелкеров билдеров и так далее так же можно с помощью Scala рисовать множество различных паттернов то есть тут же singleton о которой вначале мы обсуждали который легко просто с помощью object тот же адаптер pattern matching о котором Александр говорил ну и множество других go-паттернов и паттернов проектировать но это уже тема другого доклада и возможно следующие встречи будут как раз затрагивать более детально данную тематику спасибо всем за внимание надеюсь что я вас заинтересовал в изучении посмотреть сторону Scala кто работает в сторону функционального программира если исполкнулся пожалуйста звать аплодисмент спасибо аплодисмент полностью полностью по коллекции цикл проходится либо это по умному один раз там предикаты как то там честно внутренний залезал то есть надо посмотреть внутрь я залезал допустим просто оптимизация вот это со скала как она как мы видим отличный оперативный подход предыдущий предыдущий докладчик говорил что тот же фильтр то есть по циклу будет пробегаться то есть можно предположить что он каждый раз после каждого фильтра будут заново все элементы перебирать то есть оптимизация никакой то есть оптимизация никакой ну надо зайти посмотреть то есть не добрался а вот по поводу этого вопроса а как бы ты отвечал на этот вопрос сидя за компьютером я бы зашел в исходник и посмотрел исходник искалось вот я зашел допустим для холда посмотрел как он реализован то есть если мы называем просто холд то по молчанию называется холд и вот его собственно реализация либо же можно на стейк оверхозы какие вопросы я могу немножко рассказать про детали этого на самом деле действительно в данном случае оптимизации не будет и будет два вызова но это не проблема потому что в скале есть замечательная вещь называется view то есть это на самом деле по сути параллельная реализация коллекции которая является ленивой вот то что на самом деле java 8 у нас с большим пафосом обосказывается что у нас это ленивая в отличие от скалы это не совсем правда в скале тоже есть ленивые коллекции потому что они называются view и достаточно было вначале и тогда эти два фильтра они объединяются и будут на самом деле как одно а типа в том случае какой был лист или что когда там два фильтра от фильтра что где-то был где-то был низк вот сейчас коллеги еще вопросы поднимайте руки Вопрос чуть не в тему но можно ли создавать свои библиотеки для работы с языком скалы то есть библиотеки своих функций написаны на скалы изначально или на java чтобы не прописывать тысячу один раз тот же код но это никто не запрещает можно но как совет просто посмотреть уже скорее всего есть реализованные то есть готовые реализации то есть просто их брать и переиспользовать в принципе да почему нет можно брать в случае когда не было solution на скала то есть либо мы не нашли брали библиотеку на java и ее в скал использовать то есть такое бывает да спасибо еще вопросы поднимайте руки пожалуйста такой вопрос может быть это не к тебе но все таки вот один из последних слайдов это был перечень паттернов которые либо вообще в одну строчку реализуются либо по-видимому очень удобно реализуются а можно какой-то такой экспресс микро анализ сделать микросравнение сделать с другими конкуренциями ну я знаю там ну вот насколько вот задавали вопрос я знаю там хаспель а что там еще эрланг скала вот а так можно ли говорить о том что скала более привлекательна потому что он реализует вот такое количество паттернов и делает их использование на порядок проще да в связи с вопросом он делает микронизацию более плотинично то есть если допустим тот же адаптер то есть нужно было добавить наверное реализацию на java то есть скала сама за нас решает точнее предоставляет возможность избавиться от создания дополнительных сущностей то есть если бы мы хотели создать адаптер на java нам нужно было создать класс который бы там исследовался допустим данного класса и расширял эту функциональность либо исполнительный класс и затем уже работать с тем классом там проинциализировать через ю ну то есть это бы у вас бы создание дополнительных сущностей в нашей системе то есть скала же это же делает как бы от нас скрипт то есть под капотом что уменьшает код и не так запутывает то есть в общем основная идея так же само с singleton то есть в той же java там есть около 5-6 вариантов его реализации есть там постоянные дискуссии какой лучше там с отложенной инициализацией там на основе иннумерейшена в скале достаточно прописать только object ключевое слово можно его создать как object который компаньон с лазер и потом просто-напросто его используют спасибо коллеги еще вопросы а вот вы же говорили за иннумерейшены а в скале есть иннумерейшены или какая-то там дополнительная функциональность такая а можно можно использовать то есть то же самое и нам можно и нам с java непосредственно можно вообще брать импортировать классы и использовать их непосредственно а именно в скале что-то то есть мы можем объявить свои нам также написать скала компилятором используя и нам ну конкретно вот на память таких задач было используя мы использовали java java нумерейшен коллеги еще вопросы из из доклада что я про фан скале складывается такое впечатление что скала это такая надстроечка над java ну по java нельзя ли так сказать что скала в какой-то момент может оторваться вот от того на основании чего он возник и может быть не так жестко быть привязан к виртуальной машине java вообще к java или это неправильно так было спасибо веду за такие дискуссии что действительно очень многое сейчас ведется дискуссий по поводу скалы есть большие холиоры стоит ли использовать JVM и стоит ли сделать свою реализацию но на текущем моменту она привязана к JVM есть обозримом будущее на такое ниже то есть если будут какие-то финансовые вливания то возможно через время но в данный момент такого не надо да я могу дополнить что на самом деле есть реализация скалы для java script то есть есть компилятор который позволяет написать на скалы и потом результат будет скомпилирован не в java bytecode а в bytecode для java script и результат будет написано на скалы исполняться потом в браузере проект достаточно активно развивается не вся скала поддерживает там есть ограничения нельзя сказать что всю скалу можно перенести на другую платформу но тем не менее то есть достаточно начать скалы перенести на коллеги еще вопросы спасибо огромное